Добрый день. Я вот вам представлю гостя, Ольга Николаевна Четверякова, кандидата исторических наук, доцента МГИМО. И сразу станет понятно, примерно, по крайней мере, станет понятно, о чем мы поговорим. Добрый день, Ольга Николаевна. Добрый день. Новое практически слово появилось. Цифровая экономика. Вот честно скажу, я даже не представляю, о чем там на самом деле речь. Потому что его так часто употребляют, что, в принципе, вроде как подсознательно всем должно быть понятно, о чем говорят, а что конкретно за этим кроется, не очень понятно. Можете, по крайней мере, мне... А вы знаете, это один из методов оккультного управления. Дают какое-то слово непонятное, понятное только гуру и его окружению. И это слово покрывает такой некой тайной, да, или иной тайной. Да, оно вроде как не покрыто никакой тайной. Да, ну, это понятно. То есть мы можем даже определить, и тут масса определений, и их действительно много. Вот, они даже объясняют, что это такое, и как это все будет делаться. Мне просто интересно, в чем смысл, да, что это такое, и как это делаться будет. Вот. Ну, в целом, абсолютно право, Дим, когда вот так это все быстро забросили, внезапно, мощно. Вот, вот, вот. Из всех источников, да, вдруг все заговорили как бы на одном языке, вот, вплоть до того, что кто против цифровой экономики, тому здесь не жить, неизвестно, в каком уровне не жить, вообще не жить, или здесь, в России не жить. Вот, то понимаю, что это, конечно, тоже мощная такая психологическая операция, которая, вне зависимости от того, понимает человек, не понимает, принимает он это, не принимает. Да, он должен знать, что он должен принять все то, что сегодня, сейчас правительство будет ему внедрять. Абсолютно все. Вот. И я рада, что одному, что они открыто, такую же откровенно заговорили, и назвали вещи своими нами, сказав, что цифровая экономика – это новый уклад. Вот. Это не просто, да, одна из сфер экономики, да, это не просто такая сфера компьютеризации, использование информационных технологий, компьютерных систем, а это новый уклад. Вот. Предполагаю, что изменится абсолютно все. Вот. И не только экономика, и даже не столько экономика, потому что, если говорить уж о самом реальном секторе экономики, то мы видим, что здесь, простите, у нас не просто застой, а тяжелейший кризис. Вот. А речь идет всегда об общественной сфере. Вот. И в первую очередь выделяются какие сферы? В первую очередь выделяются сферы компьютеризации, да, то есть перевод на цифровой – это компьютеризация, это информационно-коммуникационные технологии, вот, интернет, вот, это вот сотовая связь, все. Значит, она внедряется в сферу финансов, вот, и далее в сферу государственного управления, которое фактически перестает быть государственным управлением, потому что вместо государственного управления функции государственного будет просто некая интернет-площадка. Вот. И далее это сфера образования и здравоохранения. То есть, соответственно, все, что связано с общественными отношениями, с личными отношениями, то есть фактически убирает вообще какую-либо возможность личного общения и установления непосредственных связей между людьми. Все должно быть исключительно в сфере информационных технологий. И далее еще такая одна вещь, просто мы к этому позже вернемся. Значит, когда подчеркивали вот этот факт, что необходимо переходить на цифровую, не только цифровую экономику и цифровое правительство создавать, кстати, вот этот факт, да, менее известен, но менее раскручен, цифровая экономика и цифровое правление или цифровое правительство, это одновременно делается. Вот. То, значит, выделяли такой очень важный факт, что необходимо вообще убрать все документы. И вместо документов должны быть просто только данные, все данные. То есть всем обществом будут управлять с помощью данных. Это вот и есть, так сказать, самосистема, при которой действительно фактически и сам человек превращается просто в некую виртуальную реальность с определенной данной информацией. Даже есть такие медицинские программы, Сколково разработали. Мне рассказывал человек, который в ней участвовал, говорил, что он три месяца пытался вникнуть во все это, что это такое. Например, получается так, что на человека создают его копию компьютерную, в которой содержат абсолютно... Это как бы клон, не копия, да, клон. Ну, вернее, копия, да. В которой содержится абсолютно вся информация о его здоровье. Абсолютно вся. То есть как бы, так сказать, лучше не он, а вот... И вот поэтому копии, значит, и судят, что необходимо и как необходимо, и на основе этой данной создают страховую медицину. Соответственно, им очень хорошо понятно, да, сколько на что нужно тратить. Если у тебя человек старый, пожилой, ты видишь, так сказать, все болит, ты знаешь, что там через несколько месяцев... Угу. Есть угроза, да. Ты здесь, значит, понятно, здесь ничего финансировать не надо. Значит, если человек с такой болезнью, сюда идут такие-то средства. Если человек здоров, значит, его можно, так сказать, там записать на органы, да, через, понятно, теневые структуры. Вот ты имеешь полную картину. Ну, вот такой проект создается. Да, что это такое? Это фактически, ну, называя, то есть говоря их языком, это оцифровка человека, уже полная. Это когда вместо человека конкретного мы получаем вот такую его копию. И абсолютно все о человеке, все, что связано с его здоровьем, все, что связано с его интеллектуальными способностями, с его талантами, да, с его личными отношениями, все это будет, соответственно, в системе данных, большие данные, которым будет распоряжаться вот это цифровое правительство. Вот. То есть это все к тому, что речь идет действительно о новом укладе, а не просто об использовании информационных технологий для облегчения нашего экономического развития, да, для улучшения качества социальных услуг, социальной всей этой системы. А речь идет действительно конкретно об изменении человека, но они сейчас, конечно, пока не могут до конца уже пойти до самого конца и признать, что, кроме этого, мы просто делаем нового человека, фактически пост человека, о котором мы столько говорили, который разработан в программах транскоммунистического движения России 2045. И опять, среди экспертов которых есть люди, профессора, которые участвовали в разработке форсайт-проектов образования и электронной экономики. То есть это опять все то же самое. Я думаю, что нам еще понадобится еще одна передача, чтобы уже более подробно показать конкретных, да, центры личности. Вот. Сегодня, я думаю, просто к этому подойдем, потому что тоже, вот, говорят о цифровой экономике, тут достаточно интересный материал, чтобы понять, кто все-таки конкретно все дело разработало, как это делается. Потому что я что хочу сказать? У нас очень много говорят про цифровую экономику, уже появился, естественно, критический материал, все это есть, люди обеспокоены, вот, причем большей части, значит, люди говорят о национальной безопасности, вот, хотя какая национальная безопасность, если это делает правительство? Это не важно. Да, если это делают государственные органы. А какую национальную безопасность? Почему национальной безопасности должны беспокоиться граждане, если это делает государство, простите, со всеми... Оно беспокоится государство, а оно не беспокоится. Со всеми структурами, включая силовые структуры. Вот, то есть это все есть. Но почему-то никто не задается вопросом, а кто конкретно это разрабатывал? Кто прислал себе право разрабатывать все эти проекты в нарушении Конституции, в нарушении наших законов, совершенно спокойно, да? А там нарушены законы? Ну, естественно, права человека. Все, что прописано в Конституции, права человека, это все, простите, абсолютно несовместимо, потому что... Есть какие-то конкретные примеры этому? Конкретные, но естественно. И вот хочу одну вещь сказать, когда один из... Мы к нему тоже вернемся, один из руководителей подразделения ОСИ, подразделения молодые профессионалы, Дмитрий Песков, о котором мы уже много говорили, потому что на один из авторов проектов Орсайта образования 2035, когда они в июле месяце в Новогорю обсуждали эту цифровую экономику, вот он такую вещь сказал, значит, что необходимо это все дело ускорять. Причем все, что происходит с цифровой экономикой, это как-то база, но дальше этим должен заниматься бизнес, а не государство, то есть предприниматели, а не государство. Да-да, государство должно уйти, это я знаю, это любимое... Потому что нам мешает нормативное регулирование, регулирование кадров, две проблемы, которые нам мешают. В нормативном регулировании у нас очень простой риск, сегодня действующая система регуляторики, он же не по-русски говорит, поэтому извините за мой язык. Слово «законы» не употреблено, употреблено нормативное регулирование. Регуляторики, так же, как сейчас местный инженер, инженеринговые центры, конечно, запрещает нам делать все то, что мы собираемся сделать в цифровой экономике. Еще раз повторю, сегодня действующая система регуляторики, то есть «законы», запрещает нам делать все то, что мы собираемся делать в цифровой экономике. И дальше он говорит, это естественная функция, собственно, этой регуляторной системы, но нам нужно спроектировать в рамках этой программы ситуацию, при которой у нас есть запрет на слово «запрет», за исключением, конечно, Уголовного кодекса. И в этой ситуации получается действительно, что единственное, что их сдерживает, это Уголовный кодекс. Все остальное, все законы, они найдут, как сказать им вот это слово, что мы запрещаем, запрещать нам делать то, что нам нужно для внедрения цифровой экономики. Но это, кстати, вообще их стиль, это стиль их поведения. Поэтому вопросы, они так сильно, так сказать, да, все это дело мощно, не буду, грубо говоря, использовать. Двигают. Двигают. Что вопрос о том, по какому праву, на каком основании, и кто именно за этим стоит, он даже у людей уже и не возникает. То есть все начинают обсуждать эту проблему, обсуждать ее негативные стороны, обсуждать, как это смягчить, как это как бы реализовать. А мы с вами можем сказать, кто за этим стоит? Ну, частично, конечно, да. Но я просто хочу подчеркнуть, что призвать нашу, так сказать, общественность не бороться с последствиями болезни. Да, вот есть болезнь, да, так сказать, соответственно, она обладает некими признаками. И вот пытаются там ликвидировать некие признаки, да, там теленые язвы, они дают, так сказать, теленовоспалительные процессы на коже, начинают лечить вот эти вот воспалительные процессы на коже. А вместо того, чтобы заниматься тем, что там, ну, и то же самое здесь. Вот сейчас создана масса, целая площадка, которая включает разные, разные центры, научные, там, исследовательские, аналитические, причем разных направлений, левые, правые, не буду конкретных называть, вот, причем они действительно реально противоположные как бы направленности, да, и коммунисты, и антикоммунисты, и либералы, которые сейчас как бы все объединились для того, чтобы обсудить этот цифровой, этот проект цифровой экономики и предложить свой общественный проект, чтобы, так сказать, как бы остановить вот такой агрессивный приход. А вопрос о том вообще, что это такое, кто стоит, опять-таки как, вот не стоит. Я почему говорю, что сейчас вот нас интересуют все-таки механизмы этой реализации, потому что мы понимаем, за этим стоят крупный инновационный бизнес, за этим стоят крупные банки, да, за этим стоят спецслужбы, это все мы знаем, мы это все изучали, понимаем. Рассказывайте нам тогда, вы все знаете? Да нет, мы далеко не все знаем, хотя, вы знаете, между нами говоря, поскольку они уже зашли так далеко, что они ничего не стесняются, в принципе, любую информацию можно найти, потому что все это есть, они же о себе пишут на своих сайтах, в своих структурах, в своей организации, просто единственное, что нужно сложить все это воедино, вот эту систему, но опять-таки они это продумали, поэтому их очень много, много этих организаций, и мы с вами говорили, помните, о том факте, что организаций много специально создаются впечатления, что это такое общественное движение, потому что раз много организаций, значит, они представляют действительно широкие слои гражданского общества, а потом выясняется, что там сидят одни и те же люди. Такая история есть. Да, и вот здесь тоже, значит, очень интересная вещь, вот помните, мы с вами говорили о научно-технологической инициативе, которая была разработана агентством стратегических инициатив, мы говорили, что она долгое время разрабатывалась как бы в тени, они не знали даже депутаты, вышло, так сказать, это наружу только где-то в 15-16 году, так же, как про эти проекты форсайт образования 20-30 мы узнали тоже, хотя они были разработаны в 11-м и 13-м году, два варианта, мы узнали о них уже именно в это время. Ну вот, значит, они разработали научно-технологическую инициативу, направленную на создание новых рынков, которых еще нет для того, чтобы выйти на экспортировать нечто новое, потому что газ и нефть заканчиваются. И мы тогда этот вопрос уделили. Так вот, самое интересное, что цифровая экономика, она как раз и строится на этой научно-технологической инициативе. То есть, как сказал Дмитрий Песков из ОСИ, этот товарищ, то есть фактически это является как бы основой ее. Вот оно есть. Только они придумали это теперь другое название. И опять-таки, извините, это у меня как бы вступление, мы сейчас подойдем к этим центрам, естественно, просто хочу очень важный один момент уговорить. Помните, когда мы говорили о том, что где-то с 11-го года, когда была принята стратегия новостанового развития России, все заговорили об инновациях? Инновация, инновация, это слово стало таким культовым. Везде обязательно, в каждом регионе, в каждом регионе нужно было поставить традиции, инновации, инновации, традиции. Чтобы уж так сильно не отрываться от традиций, потому что все-таки русские люди, они консервативны по своей сути, были, по крайней мере, всегда. Сейчас уже поколение формируется новое, так сказать, радикальное, отдаленное от традиций. И вот мы объясняли, что инновацией не может быть некой программой, потому что инновация — это метод, это не содержание. И они никак не могли обеспечить какое-то содержание. И вот теперь это слово они нашли, то слово, которое можно превратить реально в программу, цифровая экономика. Вот это уже не метод, это уже как бы содержание. Вот они фактически и просто завершили то, что делалось уже много лет, достаточно много лет, вышли на определенный уровень, когда уже можно это афишировать. То есть они считают, что человек, наше общество уже готово к тому, чтобы не протестовать и это дело принять. А фактически все, что делалось до этого, все эти трансгуманистические проекты, все эти форсайт-проекты, все эти инновационные проекты, работающие на инновационный бизнес, они как раз и совершали ту самую перестройку, которая была основана на использовании нано-биоинформационных, когнитивных технологий, информационных технологий, компьютеризации всего и вся. То, что мы с вами говорили на предыдущей пище. Вот это все как бы и теперь соединилось в одно слово, в одно термин, в одно понятие. Цифровая экономика. Потому что теперь цифровую экономику можно раскручивать как некогда коммунизм. Да, вот есть коммунизм, мы строим коммунизм, а теперь мы строим цифровую экономику. И получается так, что, да, у нас раньше был лозунг какой? Коммунизм, не советская власть плюс электрификация всей страны. А теперь у нас получается так, да, цифровая экономика есть, олигархическая власть плюс цифровизация всей страны. Осталось расшифровать, что кроется за словом «они». Вот, они, значит, понимаете, самое интересное, вот когда мы пытались узнать все-таки, кто конкретно непосредственно подбросил эту идею цифровой экономики непосредственно, то, значит, выясняется, что это, естественно, Всемирный банк. Всемирный банк, который и... Нам в нашу страну подбросил. Конечно, да, нашим, так сказать. Более того, Всемирный банк, он еще в 16-м году сделал доклад, так сказать, о цифровой экономике, да. Но он занимается не только естественной расти, он занимается вообще всеми, так сказать. Но это как бы вот один из центров, который разрабатывает вот эту цифровую экономику. И дальше, если выйти на сайт московского представительства Всемирного банка, то, так сказать, там прямо черно-побелого написано, что там написано, что цифровая экономика – это инициатива Всемирного банка, его партнеров из органов власти, Российской бизнес-структуры, Института гражданского общества и научно-образовательного сообщества, целью которой является формирование многостороннего партнерства заинтересованных сторон на национальном и региональном уровне для развития цифровой экономики в России. Вот. Значит, Семейный банк на протяжении в нескольких лет и российское представительство на протяжении нескольких лет ведут работу по использованию информационно-коммуникационных технологий, ИКТ, это теперь новый такой красивый термин, ИКТ, был НЭП, теперь ИКТ во всех сферах деятельности. Вот. Далее, значит, они действительно создали соответствующую площадку, они создали, кстати, еще группы, рабочие группы, российские бизнес-структуры, Институт гражданского общества и прочие органы. Значит, вот одна из таких структур, которая принимала активное участие в написании этих проектов, это аналитический центр. Вот. Значит, что такое аналитический центр? Аналитический центр – это структура, называется аналитический центр при правительстве Российской Федерации, который вырос, как бы, или преемником которого был вычислительный центр при Госплане 1959 года. Они, кстати, очень гордятся, так сказать, что они ведут свое начало, что им уже больше 50 лет, вот, что вот это как бы основа. Но это 1959 год, действительно, понятно, для чего был создан участие в структура госплана. А они, так сказать, перенесли разные перетурбации, и вот в 2005 году они оформились как аналитический центр, и его, значит, отмечает, его деятельность. С 2013 года рейтинг, глобальный рейтинг, есть такой рейтинг глобальных мозговых центров или фабрик мысли, который составляет университет Миссельвании в США. И вот по этому рейтингу он является лучшим из центров в Центральной Восточной Европе, лучший из мировых фабрик, занимающихся вопросом социальной политики, и лучший из государственных фабрик мыслей. Вот так его называют. Значит, там присутствует множество человек, да, до тысячи экспертов, да, по конкретным вопросам они привыкают отдельно. И вот они совместно с Институтом развития информационного общества в России, есть такой институт, и подготовились, стали проводить семинары, конференции, круглые столы. И вот такой, не из ключевых таких семинаров, это произошло в декабре 2016 года, он как раз был направлен на то, чтобы обсудить тему позиции российских экспертов, по концептуальным основам цифровой экономики. Вот, для этого, значит, они собрали разных экспертов, не только российских, но и зарубежных, и создали, значит, после обсуждения этой темы, создали рабочую группу по развитию цифровой экономики в России. И потом уже, в результате проведения множества семинаров, консультаций всяких, видеоконференций, вот, она уже и подготовила эту рабочую группу в основные рекомендации и принципы, которые должны способствовать достижению положительных эффектов от цифровой трансформации. Вот так они это суммулировали, вот, такие как устойчивый экономический рост, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение качества предоставляемых услуг. И главное, самое главное, что в этом докладе, значит, прозвучала мысль ключевая, что Россия должна позиционировать себя как страна-лидер с быстро развивающей цифровой экономикой. Не просто активный участник цифровой экономики, а страна-лидер, которая должна показать всему человечеству, как необходимо... Встраиваться в общую систему. А цифровать фактически все и вся, да. Вот, а потом второй семинар проходит уже в феврале 17-го года основа цифровой экономики, международный опыт практики. Там тоже представители разных структур участвовали, в частности, например, председатель, ну, кроме наших, да, ведущий эксперт по цифровой экономикой Семена Баркова, Карло Марье Руссотто, исполнительный вице-президент Гартнера, Андреа Тимайо, директор Глобального института Маккинси, Ричард Добс и многие-многие другие. Южной Горей, Сингапур, Европа. Вот, значит, и вот этот доклад, этот доклад послужил уже как бы действительно реальной основой для того, что они должны были в июле представить. Они говорят, в начале июля мы представляем этот доклад. Ну вот, а потом у нас что происходит? Да, извините, меня еще 30 июня 2017 года тоже этот аналитический центр провел круглый стол, называлось «Практические аспекты развития цифровой экономики и цифрового правительства. Уроки международного опыта», в котором было сказано, что необходимо создать не только инфраструктуру для цифровой экономики, но и государственные базы нормативных технологий, потому что основную роль здесь играет государство. То есть само государство должно создавать ту самую цифровую экономику и то самое цифровое правительство, которое потом его и заменит. Ну да, я и хотел сказать. Я хотел сказать «встроит». Такая, да, самоликвидация. И опять-таки очень важную хочу вещь повторить, что все подчеркивали, что необходимо для ускорения этого процесса решающую роль в этом процессе играть устранение барьеров. Ну вот опять то же самое. Устраните законы, устраните нормативы, потому что они не дают возможности нам действовать. Поэтому, когда мы говорили о цифровой экономике и о цифровом правительстве, то в первую очередь подчеркали, что будут меняться законы, а это поставит вопрос, конечно, и о Конституции, хотя они могут, в общем-то, и пагмарировать, потому что мы знаем, что многие наши законы, они и нарушают Конституцию, а подзаконные акты нарушают законы. Но, тем не менее, все это функционирует. Поэтому, в данном случае, если серьезным образом будут изменены законы, я думаю, они всегда найдут, как оправдать это и как это построить под Конституцию. Ну вот. А что касается цифрового правительства, вот здесь тоже на этом круглом столе в июне месяце обсуждала, что они тоже подчеркнули, что оно должно было быть создано на базе электронного правительства, которое стало формироваться еще с 96-го года. Помните, мы говорим об электронном правительстве? Электронное правительство, это что-то такое. Опять-таки, это все перевод в компьютерную систему, в электронные носители, абсолютно все. Все государственные услуги, вся информация, все системы образования и здравоохранения, все, что связано с управлением. Только это вторая завершающая уже стадия. Сначала электронное правительство, а потом цифровое правительство. Это более глубокий процесс компьютеризации всех социальных отношений. А потом уже получили Петербургский экономический форум, где было сказано о том, что цифровая экономика – это наше все, что это новый экономический уклад. А 5 июля прошла встреча в Новогорёво. И здесь тоже это все дело обсуждалось. Но к этому делу еще подключился другой центр. Вот второе, что я хочу сказать. Просто как это все готовилось. Второе, кто активно участвовал в этом подготовке – это центр стратегических разработок, который ослабляет Кудрин. Тоже очень интересная структура, которая, когда мы посмотрели, кто туда входит, мы увидели фактически одни и те же люди. У них, как мы знаем, очень много специалистов, много экспертов. И одним из таких важных ключевых фигур является следующий, кроме Кудрина, который является председателем, мы там видим и в Совете, и среди ведущих экспертов, значит, Кузьминова, высшая школа экономики, Андрея Белоусова, первого зампреда Центрального банка Удаева, МАО-ректора РАНС, Шаронова-ректора Московской школы управления Сколково, Андрей Никитин и замминистра эконом-развития Фомичев. Андрей Никитин из ОСИ, который раньше возглавлял ОСИ, теперь он в Рио, извиняюсь, Новгорода, временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области. Дальше там председатель правления ТП Катырин, Торгово-промышленная палата, Шокин, министр эконом-развития Орешкин. И известные лица, известные по реобразованию, реформированию нашего образования, Табанкина, профессор институт образования Школы экономики, Фрумин, с той же высшей школой экономики, ну и, конечно, Герман Греф и Ясин. Это все центр разработки стратегических разработок Кудрина. Значит, они тоже еще в мае месяце 2017 года специальный семинар провели, посвященный цифровой экономике. Причем они там констатировали, что цифровизация общества началась еще в 60-70-е годы, только не так быстро продвигалась. И сейчас страна отстает в 3-4 раза по цифровизации индустрии. И вот что интересно, понимаете, Кудрин, он, в отличие от других структур, о которых мы будем еще говорить, в отличие от аналитического центра, он упирает на индустрию, на промышленность, что у нас не цифровизована промышленность. И поэтому фактически все, что он делает, направлено на то, чтобы оправдать необходимую цифровизацию, тем, что она увеличит производительность труда, она выведет Россию на быстрое экономическое развитие. И в этом плане он причисляет как раз все эти недостатки, которые нам мешают. В частности, один из них, это, конечно, демография, и то, что у нас сейчас резко увеличивается число пожилых людей, которые не могут работать, а молодежи все меньше и меньше рабочие. Поэтому отсюда вот это последнее предложение с тем, что необходимо разрешить быть бизнесменами фактически юношам, детям, подросткам 14 лет. Известна эта нашимейшая фраза. Хотя, понимаете, если мы посмотрим позже, я надеюсь, мы все-таки успеем, вернемся к форсайту образования 2035, который зарабатывался, то мы увидим, что там в этой программе все тоже было предусмотрено, привлекать детей к бизнес-проектам. То, что запрещено у нас законам, это детский труд. Но, опять-таки, преодолевать эти барьеры и вести эту практику для того, чтобы фактически уже с детства использовать и покупать, и продавать эти таланты, бизнес в особенности детей. Так что это все нормально. Значит, центр стратегических разработок, он как бы больше опирает именно на промышленность, что очень редко, потому что, когда мы говорим о цифровой экономике, в основном речь идет именно о сфере торговли, финансов и вот этой всей социальной сфере. Ну вот, и дальше, значит, на этом семинаре они подчеркнули, что Россия во многих так все-таки в направлениях лидирует, в частности, является одним из лидеров среди стран Европы и Центральной Азии по параметру использования дешевого цифрового интернета. А дальше, значит, что плохо, то, что интернет-компании российские, они все-таки слабо развитые, и в мире нет ни одной, то есть из первой двадцатки интернет-компании в мире нет ни одной российской. Вот, поэтому необходимо, значит, отбиваться того, чтобы это все развивалось. Соответственно, они тоже подготовили свою программу, и вот в Центре выделяются как раз две сферы. Первая – это финансовая, необходимо, да, более глубокая цифровизация, использование кредитных карт в России, распространения недостаточно, значит, нужно их широко внедрять, и для этого необходимо повысить уровень кибербезопасности и доверие потребителей. Об этом мы тоже еще поговорим, почему все объединяются в борьбе против гипербезопасности, потому что кибербезопасность отдает возможность, опять-таки, да, создать наднациональное орган управления, под видом межнациональный, да, наднациональное орган управления, которое в свою очередь будет, опять-таки, контролировать. Да, занимается безопасностью, он будет заниматься безопасностью, на самом деле будет контролироваться, так и будет. Ну да, кибербезопасность. А потом появится орган, который будет следить за тем, как те, кто обеспечивает кибербезопасность, так сказать, не проворовались, так сказать, да, не нарушались законы. Итак, мы знаем, да, это институционализация проблемы. Как только проблема, для решения проблемы появляется институт, она превращается в вечную проблему, и, соответственно, расширяется эта система все больше и больше. И второй сферой трансформации является образование. в России, имеется очень хороший задел, в части математики, естественно, окна этого мало, и по мнению экспертов в нашей стране необходимо пересмотреть то, каким образом люди получают образование. Приехали, то есть, простите, 30 лет перестраивают наше образование, не знаю, что от него уже осталось, и тут опять в 2017 году ставят задачу пересмотреть то, каким образом люди получают образование. Но это что? А если мы посмотрим форсайт образования 2035, то опять-таки увидим, что по проекту, который был в 2011 году, публикован, а это первая программа, но она является основной, просто ее потом немножко видоизменяли, дополняли, но тем не менее основана она. И вот там сказано, что этапы трансформации образовательных институтов насчитывают четыре этапа. Значит, первое, это с 2010 по 2013 год, это закрытие дырок в образовании. Второй этап, с 2013 по 2017, запрос на практичность, чтобы мы готовили тех, кто скайдалку можно использовать в бизнесе, они не просто там образованы, к людям они не нужны, они не практичны. А сейчас начинается третий этап, с 2017 по 2022, называется так, альтернативы набирают силу. Вот, и заканчивается это четвертым этапом, который наступит в 2022 году, с 2020 по 2023, этот этап называется так, слом-ликвидация традиционных моделей образовательных систем. Вот Кудрин и говорит, что необходимо пересмотреть, каким образом люди получают образование, потому что вот эти альтернативы, они должны вытеснить, наконец, все то, что осталось от традиционного образования. Все очень просто. Там же, по-моему, ничего не осталось, ну бог с ним, да. Ну, раз он говорит, что необходимо пересмотреть, значит, все-таки что-то осталось. Мы же еще как-то держимся, да, еще... Еще пока умудряются получать первые места, вот, например, на чемпионате по химии парень там занял первое место какое-то абсолютно, и по программированию, я знаю, довольно часто мы в призеры входим. Пока еще почему-то получается. Да, но про мультурный трансфер вообще не говорили. Это, по-моему, происходит вопреки реформам, а не благодаря им. Я думаю, что вопреки, да. Благодаря индивидуальным занятиям, благодаря индивидуальным способностям, потому что родители все-таки сейчас очень много вкладываются, поняв, так сказать, даже со спасением утопающих. А заметьте, что на сегодняшний день для того, чтобы получать образование, это только если родители индивидуально начинают вкладываться отдельно, то есть школа, она так вот получается, что непонятно зачем. То есть если вы индивидуально занимаетесь, вы получите знания, а просто в ней вы уже их не получаете. Конечно, да. А то сейчас предложат великолепную альтернативу. Потом они еще умудрятся... Сейчас они сначала ее прореформируют, доведут ее до полного плинтуса, а потом будут критиковать, предложить альтернативу. Так она так и будет. Это же перманентная революция. Они говорят, что она будет у нас постоянно меняться. Вся эта история в ударе Лениным по Сталину и так далее, она вот не прекращается. Нет, абсолютно все. И будут, кстати, возвращаться опять туда же, так сказать, то, что было 20, 30, 40 лет назад. Потом опять это будут критиковать. То есть просто убирать систему. Я почему вас слушаю так спокойно, ну, внимательно, потому что была же книга Бдиджинского, по-моему, «Технотронная эра», если я не ошибаюсь, где все эти вещи были расписаны. Абсолютно верно. Все, в 90-е годы было прописано. Более того, прошу прощения, я сейчас взяла еще, так сказать, нашла у себя в библиотеке книгу 2000-го года издание под редакцией Михаила Делягина, называлась «Глобальный». Что-то глобализация, этапы... Не помню точно, как. В общем, слово «глобализация» там было. В общем, это 2000-й год, да, все это уже было, да, и то, что цифровая, все это было описано. И то, что создается новый человек, то, что главная, так сказать, информационная технология направлена на изменение сознания, на контроль на изменение сознания, что формируется вся эта виртуальная реальность, все это было описано. Потому что тогда сейчас просто как-то почему-то все это куда-то забывается. Каждый раз все вот это хорошо проработанное старое вдруг возникает, как нечто совершенно новое, как с этой цифровой экономикой. Почему о цифровой экономике заговорили только сейчас? Она уже создается 20 лет. Да, уже внедряется все, уже идет компьютеризация, уже переход на дистанционную форму управления. В 2010 году уже принят этот закон о превращении функций государства в государственные услуги, которые продаются. Семь лет назад все это было сделано. Почему же тогда они кричали? То есть каждый раз, понимаете, все, что делается, все забывается. Это вот, ну, это понятно. Они очень хорошо изучили психологию человека, и они знают, да, что... Общество. Психологию человека, психологию общества, с помощью правильного сознания. Поэтому это, знаете, это как всегда, это давишь на газ, потом чуть-чуть тормозишь, и все как-то нормализуется. Потом чуть-чуть долит на газ, и тормоз. И вот это вот постоянно газ, тормоз, газ, тормоз приводит к тому, что люди их переводят, как бы, да, в новый качество, так, сотрясают, переводят на новый. Вот, они сначала шок, а потом привыкают, да, успокаиваются, потом никаких мер не принимается, вот, потом опять берут, опять сотрясают. Вот сейчас, значит, это лет у нас цифровая экономика. Сейчас все будут жужжать, кричать, вопить по поводу цифровой экономики. А что нового? Что принципиального нового? Все же было сказано. Ковальчук все уже рассказал, да, что нас ждет. Он уже выступал перед Советом Федерации, рассказал, так сказать, что американцы создают новую породу людей, да, так сказать, что они переходят, так сказать, вот, то есть самое, так сказать, да, абсолютно, ну, общество создавает два разряда людей. То, что было еще в начале 2000-х годов сказано. Опять, значит, впечатлились, испугались, значит, стали распространять эту информацию, это речь о Ковальчука, теперь про нее все забыли, теперь кричат по цифровую экономику. Понимаете, в чем дело, Дим? Я прошу прощения, что я, да, так эмоционально говорю, просто проблема в том, что у нас нет центров, которые готовят людей государственно-мыслящих. Знаю, да, это большая проблема. Я это подготовил на заключение, я вот себе потихонечку помечаю. Да, но мы к этому еще подойдем, потому что, да, вот когда говорят, что делать и какой ответ, вопрос, то есть ответ только один, и мы, я думаю, этим и завершим. Вот, и в силу этого, поскольку прерваны абсолютно все эти традиции государственного анализа, государственного мышления, государственного подхода, то люди не могут системно мыслить, я сейчас никого могу запросить, господи, никого не обвиняю, ничего, это наша беда, да, просто объясняю, почему так получается, что вот такой шум поднимается вокруг цифровой экономики, хотя это просто одна из, как бы, да, одно из названий, одно из апостасей того, что уже делается, что происходит. И вы знаете, с этим я вот вспоминаю ситуацию, то, что я готовилась по ней, почему так получилось, что все-таки у нас, при том, что были аналитические центры, да, там было, был ММО, Институт США и Канады, сколько центров у нас всяких было, и когда произошла перестройка, то все они оказались не только что не способны, да, что-то этому противостоять, а наоборот, стали активно в этом участвовать. И вот я вспоминаю, что где-то в конце, нет, начало 80-х годов, это было, по-моему, где-то 82-83 год, вышла книга Чечериной, она была посвящена мультинациональному компанию, тогда еще не было этого понятия ТНК, она немножко позже появилась, ну, вот как раз где-то вот в первой плане 80-х годов, но тогда еще оно не было таким привычным и таким распространенным использованием мультинациональной корпорации. А чему была посвящена эта книга? Это была, я считаю, первая серьезная работа, посвященная этому феномену. И вот эта книга как раз, она была вот такой первой ласточкой, и она там написала, что само явление мультинациональной компании как феномен был осознан на Западе вот где-то в начале 70-х годов, в конце 60-х, в начале 70-х годов. Это некий субъект экономический, политический, который играет более важную роль, чем государство. И вот тогда его начали изучать. Ну, понятно, мы знаем, даже конец 60-х годов это римский круг, потом это трехсторонняя комиссия, значит, эти ребята, они основывались на деятельности аналитических центров корпорации, которые эту всю глобализацию готовили. А вот эта общественность, научная, тогда еще не было слова антиглобализма, так сказать, да, но понимавшая все эти последствия, вот она стала как раз это дело изучать. А до нас, как всегда, да, дошло это вот только к концу 70-х годов. Вот, соответственно, потому что мы же закрыты были, они-то изнутри все прекрасно видели, по ним это ударило. А мы, понимаете, мы жили под колпаком. Что нам эти ТНК, что нам эти МНК, так сказать, у нас их здесь нету. И поэтому, как всегда, конечно, любые работы, такие теоретические, не наполненные опытом, соответствующим столкновениям в реальной жизни, они, как всегда, немножко академичны. Но, понимаете, меня удивила ее работа, она была все-таки написана, и язык очень интересный, такой живой. И она, как бы, так сказать, прониклась вот этим взглядом, так сказать, да, или мировоззрением тех, кто испытала уже это влияние. Она очень здорово предупредила, что будет и как будет. Уже вот это первый, начало 80-х годов. Потом, значит, у нас происходит перестройка, 85-86 год, и все. Научной литературы, посвященной критике транснациональной корпорации, больше не было. Была публицистика, да, там были работы лазивостью, так сказать. Но все-таки это все уже, понимаете, ушло именно в такой полемический, да, в критический, как бы, но в большей степени в политическую и в оппозиционную, но научного анализа не было. Вот. И в силу того, что мы сами стали объектом деятельности этих мультинациональных корпораций, транснациональных корпораций, да, всемирных банков, все, естественно, они не позволили, чтобы существовали какие-то центры. Поэтому все, кто мог критиковать или давать научную, да, правильный научный взгляд, это были либо маргиналы, которые сразу, так сказать, соответственно, записывали в это поле, вот. Либо это были люди вообще не связаны никаким образом с наукой, так сказать, да, вот как голова вырастает из тела, если вот, извиняюсь, такой образ, да, но нету. Но надо, надо. И вот появляются отдельные личности, не имеющие никакого отношения, которые... А со временем получилось так, что вытеснили и ученых, и получилось, что критиковать глобализацию, все это дело могут только маргиналы, невежды, непрофессионалы, и все, и соответствующее отношение к ним сложилось. И получилось, что действительно у нас-то серьезных разработок, которые исследуют все это, нет. Вот просто защищали вот таким образом, да, убирали критик. Поэтому, когда мы говорим о том, что наша наука получила сильнейший удар, мы это знаем, да, в первую очередь, те отрасли научные, которые обеспечивают нашу безопасность военно-промышленный комплекс и обороноспособность, это одно, да. Но то, что при этом совершенно была вычищена вот эта вся коммунитарная сфера, это другое, но вот это вот сказалось в наибольшей степени, потому что все те силы, которые в нашем промышленности, да, пытались сохранить, отстоять государственную линию, они, не видя никакой поддержки вот в этой вот сфере гуманитарной, оставались, так сказать, тоже как будто за краем, да, то есть за полем. Говорю, я сейчас задам один вопрос, прерву вас на секунду. Скажите, у нас с вами есть еще фактология по цифровой экономике или на самом деле мы как бы основной массив смотрели? Вы знаете, я вот просто думаю, дело в том, что есть, во-первых, я хотела сказать одну вещь вот-таки, да, еще вот связать с, конечно, об этом можно много говорить, но опять-таки, как, в какой степени это будет полезно для раскрытий системы, но тем не менее, один вопрос я хотела бы затронуть все-таки связь цифровой экономики с научно-технологической инициативой, потому что у нас до сих пор эта научно-технологическая инициатива, она тоже пребывает как бы в тени, хотя формально ее, почему я это говорю, потому что вот это конкретно, как бы, да, вот содержание того, что они делают. Почему? Потому что ее формально представили, как бы, для общественности прошлым летом, мы об этом писали, когда проходил форум стратегических инициатив, там выступали все те же Лукша, Песков, Белоусов, и они как раз, Песков, по-моему, или Лукша тогда отметили, что мы, а нет, Песков, что мы, наконец, даем, как бы, вот, знакомим общественности вот с этой программой научно-технологической инициативой, но мы ее, по-моему, разбирали, этот форум, когда, помните, мы говорили, что они сказали, что выдвинули новый подход, как бы, к участию к мировой экономике и заявили, что в силу того, что сейчас Россия борется и должна выходить на лидерующие позиции в инновационных рынках, перечислили, какие эти будут инновационные рынки, и там мы там подчеркивали, что, в первую очередь, речь как об образовательных технологиях, о психотехнологиях, о финансовых технологиях и о технологиях, обеспечивающих безопасность. И тогда еще, опять-таки, Лукша и Песков прославились, потому что Лукша сказал, что мы должны сейчас продавать таланты, это наш главный товар, экспортный товар. И дальше я сказала такую фразу, что поскольку у нас 10% только детей талантливых, вот у нас проблемы, что делать с этими 90-ми, мы для них оставим психотехники. А вот эти 10% будем их развивать. А потом, конечно, такие, как Кудрин, который ведет бизнес-бизнес-бизнес, да, говорит, да, с 14 лет давайте, ребята. Понимаете? И сюда это сказал. То есть это все, конечно, связано в одну цепочку. Ну вот, так я что хочу сказать, что вот как раз выступая на этом Новогорёвской встрече, Песков, там было у нас специальное слово Дуна, так сказать, он это все написал и как раз связался с научно-технологическим активом и сказал следующее, что нам, конечно, важно не только оцифровать старое, не только оцифровать госуслуги и госуправление, но нам нужно еще ведь на этом заработать. И в этой части мы синхронизируем программу цифровая экономика с национальной технологической инициативой. То есть рынки научно-технологической инициативы должны использовать инфраструктуру, которая создается в цифровой экономике и становится для нее таким топливом, движением вперед. Вот мы и пришли к научно-технологической инициативе. Все то же самое. А что такое научно-технологическая инициатива? А это, если вы напомню, да, это программа, которая, значит, была разработана... Сейчас секундочку, просто чтобы вот здесь сейчас... Значит, она была разработана, поставлена, так сказать, эта задача в 2015 году, даже, вернее, в 2014 году, решение о ее разработке было принято. И тогда, кратенько я эту историю напомню, потому что она имеет отношение к сегодняшним, тогда правительство России совместно с агентством стратегических инициатив, которое тогда возглавлял Никитин совместно с Российской Академией наук, ведущим университетом, подготовили доклад о разработке ее реализации к 2015 году. И мы говорили, что фактически получилось два проекта. Один проект разработала Академия наук, а это был еще, так сказать, до год, когда ощущались все вот эти вот санкции, все прочее, когда еще говорили о рендо-стерилизации, о импорт-замещении. И вот эта программа была рассчитана как раз на то, что нам необходимо осуществить импорт-замещение, осуществить рендо-стерилизацию и на этой основе создать новые технологии и добиться стратегического паритета. То есть, вполне реалистично, стратегический паритет с другими странами, с ведущими, вернее, странами. О другом не говорилось. И эту проблему возможно решить в течение 5-7 лет. То есть, 2014 год где-то к 2019 году можно было, пока силы есть, это дело восстановить. Значит, эта программа не была принята. Вместо нее была одобрена программа Агентства стратегических инициатив, которая исходила совершенно из другого, из-за того, что нам не нужно рендо-стерилизовываться, потому что то, что мы высадонимы, это не будет конкурентоспособность. Нам надо сразу выйти и завоевать зарубежные рынки. То есть, нам надо ориентироваться на экспорт. Ну, понятно, нефть и газ истощаются, значит, конъюнктура меняется, значит, надо готовить новые экспортные товары. А поскольку выйти надо в качестве лидеров-победителей, какие рынки завоевывать? И тогда была высказана эта идея, что надо создавать рынки, которых сегодня еще не существует. И объем каждого из них должен быть через 10-20 лет такой, чтобы превышать мировой масштабе 100 миллиардов долларов. То есть, российские компании должны занять свое место только на тех рынках, которые еще не сформированы. И вот НТИ стала думать над тем, какие рынки придумать, чтобы там выйти. Вот, значит, в этом участвовала ОСИ. Но тут довернулась еще одна структура, тоже очень интересная у нее история. Это российская венчурная компания. Российская венчурная компания, она была создана в 2006 году распоряжением правительства. Для чего? Для того, чтобы создавать венчурные фонды. Вот, так сказать, да, тогда это стало очень модно. Выяснилось, что в России нет венчурных фондов, вот, нет венчурного капитала. И вот, значит, это государственный, осталось как АО, государственный фонд фондов, который наряду с фондами Сколково, Роснано, Внешнеэкономбанком стал инструментом решения задач государства в рыночной среде. Будем создавать венчурную компанию. Ну вот, и уставной капитал у него был хороший такой, 20 миллиардов рублей. Вот, и принадлежало это все Росимуществу. Поставили туда одного товарища, такой, тогда был, а, не помню кто, но немножко позже его сменил Агамерзиан, который потом ушел, да. Вот, и что самое интересное, что вот когда стал во главе этого фонда Агамерзиан, он как раз имел, так сказать, очень-очень много проектов, но в итоге, чем конкретно он занимается, и что, так сказать, никто не мог понять. Вот, более того, предыдущего товарища, так сказать, его убрали, потому что он тоже как-то не очень активно всем этим занимался, денег много, в общем, много, так сказать, хранительства банка, так сказать, никуда не идет конкретно, и там даже прокуратура чего-то увлеклась. В общем, сняли, поставили Агамерзиана, Агамерзиан тоже как-то не очень, так сказать, да, в этой сфере продвинулся. Деньги есть, а непонятно, куда они идут. И вот когда встал вопрос о научно-технологическом институте, вот тут как раз и подвернулась эта РВК, в общем, вот, а вот мы как раз ею и займемся. И, в общем, таким образом РВК, российская вечерная компания, стала заниматься этим, программой НТИ, вот, и они заявили, так сказать, да, тоже поддержали полностью, действительно, зачем нам создавать, восстанавливать то, что не конкурентно способны, будем ставить новые фонды. Вот, а самое интересное, что в Совет директоров российской венчурной компании опять-таки входит, кто? Значит, замминистра эконом-развития Фомичев среди членов Совета гендиректора «Кусколка» Белов и Песков, тот самый товарищ Песков из ОСИ. И вот, возвращаясь к Пескову, тоже просто очень интересный факт, как все делается, да, значит, вот кратко, знаете, в скольких организациях он состоит, вернее, в каких организациях состоит. Значит, он является членом рабочей группы экономического совета при президенте Российской Федерации по направлению социальной политики развития человеческого потенциала, экспертного совета при правительстве Российской Федерации, член Союза агентства развития профессиональных сообществ рабочих кадров «Волдрекс.Россия», рабочая группа по выработке комплекса мер, направленных на увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, общественного государственного совета системы независимой оценки качества профессионального образования, вот, и многих-многих других организаций, не буду здесь их перечислять, потому что действительно межведомственная рабочая группа по развитию электронного обучения, Совет по инженерингу и промышленному дизайну, и, наконец, с 2014 года является членом совета директоров ОАО «Аэрофлот» ОАО «РЖД». Вот, то есть, ну, так, хороший, да, так сказать, вот такой накопленный опыт, я думаю, даже физический человек не может не только что, так сказать, участвовать, так сказать, ну хотя бы, то есть присутствует, но даже участвует, но тем не менее это так. И вот «Российская вечерокомпания» как раз и разработала совместно с ОСИ и при участии в Министерстве образования эту программу, которая включила 9 рынков, которыми они должны создавать, чтобы обеспечить вот этот прорыв. А сейчас этих рынков 10. Рынки-то какие действительно очень важные, просто без них с никаким образом наша экономика не может существовать. Это беспилотные летательные аппараты, это сеть управления автотранспортом без водителя, распределенная энергетика, это распределенные финансовые системы, далее это системы персонального производства и доставки еды и воды, далее это продление жизни персонализированной медицины, это интеллектуальные транспортные системы, новая персональная система безопасности, биометрические системы аутентификации. И самая главная, ключевая, с которой они все носятся, это такая жемчужина в короне НТИ, это нейронет, о котором очень много говорили, это создание интерфейса, компьютер, который сейчас внедряется и в систему образования, и в систему детского воспитания, образования. И сейчас туда добавилось и 10 направление, это медианет. И, кстати говоря, все эти направления так и называются по-иностранному, хотя бы по-русски бы сказали. Так нет, а нас нейронет, футнет, аутонет, финнет, да, все вот так вот, так сказать, чтобы уже заранее приучать, что, ребята, мы в мировой цифровой экономике, по-другому так и не будет. Ну вот, и поэтому, когда заговорили об этой цифровой экономике уже на этом встрече в Огареве, то вот Песков и подчеркнул, да, необходимость для этого соединения. То есть фактически на базе вот этой программы НТИ реализуется цифровая экономика. А с другой стороны, цифровая экономика, да, создает как бы почву для развития НТИ. Я думаю, что это одно и то же. Вот, просто мы привыкли, как бы, да, вот, люди, получившие советское образование, как бы все систематизировать. А здесь, понимаете, это невозможно систематизировать, потому что у них же не логическое мышление, у них другое мышление, вот, клиповое. Поэтому здесь трудно это на все понять. И вот, значит, что я хочу подчеркнуть. Когда Песков, очень это важная вещь, и дальше мы тоже пройдем к одной проблеме. И сейчас я вот не выведу. Значит, Песков заявил следующее, что, значит, им мешают вот две проблемы. Первая, вы сказали, да, это вот зарегулирование, поэтому надо эту регулирую не убрать. Вот, и дальше он сказал, так сказать, очень интересную вещь, что, чтобы надавить, как бы, да, объяснить вот опасность этого регулирования, он сказал, что если мы будем пытаться все зарегулировать, мы воспитаем передовую нацию криптоанархистов. То есть, если мы будем все регулировать, народ переставит подчиняться, то будут анархисты. Поэтому необходимо дерегулировать. То есть хороший такой, да, повод, то есть хорошее обоснование необходимости постепенного вот этого дерегулирования. Вот. И поэтому вот эта вот часть, она, значит, будет решаться очень активно. А второй, это люди. И опять, значит, он сказал, действительно, это ключевое ограничение программы. Мы видим, что нам нужно как минимум три уровня решения в этом вопросе. Всеобщая цифровая грамотность, конечно, уровни школы, программа ставит перед собой предельно амбициозные цели. Далее, введение цифрового ГТО, чтобы, так сказать, дети обязательно в силах участвовали, вот, для всех владеющих этим компьютером преимущественно при вступлении в ВУЗы, вот. Ну и много всего другого, вплють до включения в ЭГЭ, да, вот этой информатики. И дальше он сказал, что нам, в общем-то, не нужно много миллионов программистов, достаточно 120 тысяч высококвалифицировных инженеров и программистов. Не надо идти по пути Индии, которая создала много средних программистов, а их теперь вытесняют искусственный интеллект, поэтому они нужны. А мы сейчас создадим такую когорту и сделаем. И знаете, когда вот он сказал, что действительно это ключевое ограничение программы, люди, мне это напомнило, помните, фразу Юргенс, который тогда сказал, что перестройки или инновации, не помнишь этого, что именно. Ну, в общем, тот процесс, который не был, это перестройки, да, экономика, мешает русский народ. А, помню, все вспомнил теперь. Да, да. Я тогда еще имела возможность через некоторое время участвовать в собрании, в котором присутствовал, но я задала ему вопрос, а что вы имели в виду, когда говорили эту фразу, то, что русский народ нужно куда-то девать, или что-то другое, на что он обиделся и сказал, что я имела в виду, что вот с таким народом ничего, так сказать, да, вот, что сам народ, так сказать, должен измениться, чтобы это все делалось. Вот здесь то же самое, получается, понимать, это ключевое ограничение программы, что народ надо менять, да, народ надо готовить. И вот, опять-таки, возвращаясь к форсайт проекта образования 2030, в подготовке которого Песков участвовал, там все это прописано, ничего нового нет, да, что они будут делать фактически с детьми, с юношами, с созданием места университета фенчурных фондов, да, устранение абсолютно полное вот этого какого-либо классического образования традиционного и много всего другого. Так что, вот, просто я думаю, что они, наконец, подошли вот к этому 2017 году, к этой точке, когда действительно сегодня уже можно открыто реализовать, и уже под видом государственной программы, не просто под видом государственной программы, если как сказали, что если мы сейчас не осуществим построение цифровой экономики, то это будет угроза национальной безопасности. Представляете, как все меняется местами? То есть то, что как раз реально представляет угрозу национальной безопасности, потому что непонятно, во что нас превращает, это подается еще как обязательный. Дальше там очень серьезные вещи, что, да, действительно, вот в результате всех этих обсуждений, которые нам удалось... Ну, что говорится, что люди обязаны будут все это принять, обязаны будут принять, перейти на компьютеризацию. Те, кто, например, не захочет получать электронные документы, они должны понять, что они по-другому просто не смогут. Те, кто не захочет получать электронную грамоту, то же самое. То есть они все будут вытеснены просто из этого мира. То есть это в обязательном порядке, и все. То есть, знаете, там язык очень жесткий, очень жесткий. Просто действительно реально читаешь уже эти вещи, сопоставляешь там с Орун, да, с Замятином. Вот действительно, у нас есть один хороший исследователь, Виталий Таланин, он в Малой Руси живет. У него есть хорошая книга «Трансгуманизм». Ну, мы этой темой тоже занимались, да, но как бы каждый из своих аспектов. Там есть как-то лёв-философ, который рассматривает философские аспекты, так сказать. Мы-то как бы смотрели больше на изменения как бы человека, да, и его духовной сущности. А он как технарь, он специалист в технических науках, он рассмотрел, значит, технические инструменты, технологии перестройки. И очень интересно, видите, он прям взял все наши антиутопии, не только наши, а западные наши антиутопии, Оруэлла, Хаксли, там Замятина и других, и просмотрел. И прям какие этапы сейчас мы проходим. Прям всё один к одному по тому, что там было описано. Очень интересная вещь. Вот мы её поставили на нашем сайте «Встань за веру». Эту книгу частями её публиковали, хотя она есть, её тоже можно найти в электронном виде. И я, если кто заинтересован, категорически советую её прочитать, потому что она фактически как бы... Я писала, что будет дальше. То есть если мы исходим из того, что всё реализуется в соответствии с этими антиутопиями, то можем уже предсказать, что будет завтра, послезавтра. И так оно и есть. Вот всё, что делается, реализуется. Поэтому сейчас, понимаете, мы уже видим, что вот эта вся возня вокруг цифровой экономики, всё, это не просто так, это некие импульсивные дела. Да, вот сидят эти центры, да, вот дайте нам придумывают всё. Они реализуют программу, очень хорошо разработанную программу, точно просчитывая те моменты, когда можно уже запускать то или другое. Потому что если форсает проект образования, первый вариант появился в 2011 году, то реально сама концепция была изложена в 2009 году тем же Дмитрием Песком, когда он работал ещё в Метавере, в фирме Метавере. Там очень жёстко всё сказано. Вот я могу, если есть время, процитировать его вещи, что хотела тогда. Причём, понимаете, какая интересная вещь, что-то я не могу это интервью найти сейчас в интернете, никаким образом. То ли его убрали, то ли я плохо ищу, но оно у меня сохранилось. И вот когда он тогда ещё, у него брали интервью и всё это дело сказали, он, видимо, знаете, как всегда, поскольку тогда это ещё не программа, это ещё не государственная программа, это как бы проекты, вот он как бы полностью тогда и раскрылся. И сказал тогда следующее, значит, что мы видим, у нас совершенно новое видение системы будущего, и тотальные перемены в обществе, которые грядут, они делают не нужны ту сложившуюся ещё в XVII веке модель образования, которая была направлена на формирование образованной личности и предполагала наличие соответствующих институтов, школы, уроков, учителей, оценок экзаменов. С каждым годом официальная российская образовательная система ржавеет всё сильнее и становится всё бесполезнее и для обучаемых, и для нанимающих, а будущее не прощает преображение. И дальше, значит, он излагает, что государство должно быть освобождено от контрольных и административных функций, которые должны быть переданы создающимся профессиональным ассоциациям, так называемым гражданскому обществу, что университеты должны работать по принципу венчурных фондов, будет стёрта граница между образованием и бизнесом, учить будут в деле они за партой, сюда поступают командами, подбирающимися по компетенциям, вместо преподавателей, которых останется 5-10%, у нас сейчас идёт как раз оптимизация, будут проповедники, вместо защиты диплома выступление с презентацией, которая представляет собой проект для инвестора, то есть для работодателя, который и будет завершением образования тем инвесторам днём, когда студента сводят с бизнесом, то есть окончание, это слияние образования бизнеса. Так, всё это было прописано, да, ещё он сказал так очень хорошо, так сказать, основательно, да, что то, что сгнило, должно умереть, и привёл в пример тогдашнего министра обороны Сердюкова. Вот то, что сделал Сердюков с армией, вот то, что мы, думаю, должны сделать с образованием. Вот, и то, что образование должно быть ансихроном, вот, учить разным типам мышления, испортить разнообразовательные формы, всё это было сказано. А потом, когда он уже возглавил оси, всё это вот влилось сюда, а теперь всё это уже можно совершенно законно, поскольку это уже программа, не знаю, опять-таки, кем она будет и как она будет принята, пока же она обозначена как программа, цифровая экономика, да, теперь она будет реализовываться уже как безальтернативная вообще. Всё, потому что иначе угроза национальной безопасности, иначе мы не выживем. Ну что, попробую я резюмировать про национальную безопасность. Сейчас, кстати, вот пока в качестве такого короткого резюме, не общего, скажу про вот эту систему, которая, где наука будет работать непосредственно под бизнес. Есть книга, называется «Наука по-американски». Натан Рейнгольдс, по-моему, у неё Рейнгольд, автор. Это тот самый, который… Я не знаю, какого вы ездите. Не, 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 это человек-историк науки. Очень интересная там описана модель, как пытался Массачусетский университет в 20-х годах реализовать ровно вот такую модель, которая работает чисто под бизнес. И как она провалилась, во-первых, а во-вторых, как таким образом накрылась вообще наука как таковая. И вот здесь поди разберись. Вот этот человек то ли не читал, да, то ли умышленно продвигается. У меня появляется следующая интересная идея. Это я уже сейчас вот резюмирую общую нас, потому что говорили мы о национальной безопасности, и я к этому именно хочу вернуться и подвести. Понимаете, какая интересная штука. В журнале «Сверхновая реальность» в своё время я читал статью, которая была посвящена такому эпизоду, как обмену специалистами в области авиастроения, который происходил в 80-х годах между нашими инженерами и американскими. Естественно, что когда наши инженеры летали в Америку, то их собеседовала Комитет государственной безопасности на предмет того, типа, что у вас там, спрашивали секреты ли, да, выходили ли на кого-то, кто выходил и так далее. Это естественно. Наши были удивлены, например, тем, что их совершенно не спрашивали о технических каких-то этих и не выходили на них. А единственное, о чём спрашивали на всех этих встречах, это изучали модель и центры принятия решений внутри коллективов. Теперь смотрите, на что мы выходим и почему это важно. То, что у них на Западе, называется опинион-лидеры. А ведь мы сейчас говорим о том, что манипуляция обществом доведена там до некого совершенства, до понимания. То есть они вычисляли именно то, что называется лидеры мнений. Это, на самом деле, классический пример применения книги Эдварда Бернейса «Пропаганда», где он именно и пишет о том, что если вы хотите переломить мнение общества, то вы не надо переламывать всех. Берите тех, кто является лидирующим. Отсюда почему-то так часто любят, например, цитировать звезд всевозможных, когда их сначала взгоняют, а потом как бы дают им некие возможности озвучивать эти. Необходимые идеи. То есть вот это понятие опинион-лидера введено именно Эдвардом Бернейсом. Что меня больше всего поражает в самой книге Эдварда Бернейса, которым восхищаются обычно. Предпосмотрите, какой прекрасный человек создал систему пиара. То есть все заказы, которые он выполнял, а он выполнял всегда заказы от бизнеса, от компаний, все построены на либо прямом вранье, либо на манипуляциях. И надо говорить о том, что человек поставил вранье на службу корпораций нормальным языком. Это вот так звучит. А не так, что он создал систему, например, пиара. Классический, хрестоматийный, точнее, пример его пропаганды. Никто не отрицает, ни навет никакой на него. То есть когда у компании Алкоа было некуда и девать втор, то термин вторирование был им предложен для включения его в аналитические научные записки, чтобы подать это как некий процедур, который все делают. У нее, смотрите, название есть, вторирование. Все втор добавляют, как бы, на самом деле им надо было избавиться от излишек втора, который у них появлялся там при химических этих. И, то есть таким образом, вот эта манипуляция, да, бесконечная была введена в некую систему. Поэтому, когда мы здесь говорим о вот этом бесконечном научном сообществе, которое муссирует термин научная, то есть цифровая экономика, то непонятно, да, то ли это подкладка по Эдварду Бернейсу, которая, как бы, должны быть некие опинион-лидеры, обязательно научные, они должны быть строго аналитические и строго научные все. Можно подумать, у нас ученые никогда не покупаются никем. Вот. И бесконечно это муссируется и подается через, под видом научности, да. К сожалению, для того, чтобы работать с вот такой вот интересной, для того, чтобы выявлять, как вот, помните, говорили всегда, там, сто лет назад, да, кто-то выступал в Госдуме, когда сказал, глупость или измена, для того, чтобы сортировать на глупость и измену эти вещи, потому что, говорят, непонятно, да, то есть, то ли он не читал, как в Америке было, и что они об это споткнулись, и к какому результату это все привело, то ли он не читал и это глупость, да, то ли это сознательное действие. Для того, чтобы с этим работать, необходимо иметь систему, вот ругают же марксизм, да, оголтелы ругают на самом деле, но на тот момент, я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день, там, система много изменилась, но на тот момент она помогала людям через чисто, было такое направление в экономике, меркантилизм, да, здесь через, на абсолютно материалистических основах отсеивать зерна от плевел и понимать, когда говорили по-марксистски, это не идеологическая структура, это структура подхода. Вот на сегодняшний день нет той структуры подхода, которая бы помогала отсеивать диверсию, я пока не могу дать ей определение, я сейчас к этому подойду, да, от ошибок. Никакой, там, я не знаю, службы федеральной безопасности этим заниматься не сможет, потому что для этого нужны терминологический аппарат, институты и серьезное осмысление. А у нас даже в Советском Союзе признали, что не было понятия идеологической диверсии, а соответственно, раз не было понятия идеологической диверсии, невозможно было ее идентифицировать. Все это происходило в форме ручного управления. И сейчас происходит в форме ручного управления. И поэтому, когда мы говорим о том, что цифровая экономика возможно несет в себе огромные угрозы, достаточно посмотреть, кто за ней стоит на самом деле. И там же очень серьезные вопросы были бы к этим людям, имеяся у нас некая служба, скажем так, социальной безопасности или стратегической безопасности. Я не знаю, как ее назвать, потому что терминологического аппарата для этого нет. Пока это дыра, дыра, через которую можно проводить любые решения по приведению, ну не знаю, если это... Дим, а проблема в том, что вообще само слово безопасность, оно сегодня непонятно, что обозначает, потому что обычно всегда четко совершенно ясно, когда было государство со своими границами, со своим суверенитетом экономическим, политическим, идеологическим, военным и прочим. Вот, да понятно, безопасность, так сказать, он обезопасит государство от вторжений и иностранных сил под разным, так сказать, не только военным, но и других угроз. А сегодня, когда цифровая экономика предполагает создание мировой цифровой экономики, полной цифровой цифризации на глобальном уровне, что такое глобализация, что такое безопасность? В том, что дело, что, понимаете, сейчас концептуальные вещи нужно решать, потому что в этих условиях, если место правительства у нас будет цифровое правительство, у нас есть место государственного управления, да, вот, и все будет перейдено вот в эту цифровую форму, и люди вообще, так сказать, да, о каком там демократическом контроле вообще, о каком просто контроле может идти речь, если мы не знаем, кто нами управляет, если у нас все в цифровой форме, в компьютерной форме. Да-да-да, я же вам могу сейчас ответить. Слушай, нету, они говорят, мы убираем бюрократию, мы убираем возможность коррупции, там, неправильного поведения. Так, простите, а кто вообще несет ответственность за это все? Кто нажимает на кнопки? Кто все это... Мы вообще лишаемся какой-либо возможности узнать, кто нами управляет? Вот в чем дело. И тут тогда постепенно, я думаю, что они начнут уже обсуждать и вопрос о безопасности, что вообще опасно говорить о безопасности, потому что безопасность в наше время, может быть, опять-таки, использована против государства. Знаете, как всегда, вор громче всех кричит, равен вор. Здесь все шаги двойного назначения, и чтобы выявлять... И люди, да, окончательно вообще перестают путь, потому что логического мышления нет вообще в принципе. Уже отучили, да, в результате 30 лет перестройки, образования, ломки, вернее, образования, да, действительно, люди разучились логически мыслить. Вот, и они действительно... Помните, мы с вами сколько говорили о том, что во всех сферах фактически используются методы управления, которые практикуются в оккультных сектах. И сегодня вот, когда мы говорим о тех, кто мог бы противостоять, понимаете, все ученые, да, все люди так или иначе задействованы, если они попадают в эту систему, у них меняется сознание. Они вот как-то девочка, помните, из известного фильма психологического, когда проверяли, так сказать, да, сможет человек или нет оставить свое мнение, давали там детишкам сладкую кашу, они все говорили, какая она сладкая, доходили до нее и давали горькую. И она говорила, да, она сладкая. Девятый человек, да. То же самое и здесь. Понимаете, даже если человек еще что-то понимает и соображает, как он попадает в эту систему, то сама функционирование этой системы, психологические установки, которым додается сама атмосфера, она такова, что он уже не может противостоять. Поэтому мы говорим, что IT, люди, работающие в системе IT, да, высоких технологий, айтишники, это какой-то другой разряд людей. Это люди не просто соединенные в сознании, это действительно вообще, и они сделают наставку, почему нужно подготовить 120 тысяч этих вот, потому что это и будет тот самый друг, который будет, так сказать, разваливать оставшуюся еще систему, да, это будет их опора. А действительно многое не надо, многое не надо. Когда все концентрируется в одной точке, да, и массой можно управлять, тогда зачем вообще какие-то массы людей? Да, смотрите, что я хочу сказать. Ну, все понятно, да. Тут же у всего этого есть двойное назначение. С чем сейчас столкнулись американские случаи претендента довольно интересные, когда страховая компания отказала человеку, у которого был кардиостимулятор, это я подвожу к вашей, какого, медианет, да, я просто услышал, меня, да, зацепилась голова. Это все, да, есть двойное назначение. С одной стороны, он может вас лечь, а с другой стороны, они вас контролируют. Когда ему отказали в компенсации сгоревшего дома, потому что на момент, когда он сообщал о нем, его сердце не билось с той достаточной чистотой, и его обвинили в поджоге дома. То есть, ему отказали в компенсации по этому поводу. Все эти вещи, они все двойного назначения, и чтобы их отсеивать, и как с этим бороться, давайте поговорим в следующий раз. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. Будем ждать вам в следующий раз. Вам спасибо, что смотрели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok